Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала «Симбирск». Сегодня у нас в гостях поэт-журналист Андрей Цухлов. Андрей Цухлов – автор четырех сборников стихов, но еще он пишет прозу. И Андрей является постоянным автором журнала «Симбирск». Ему слово. Здравствуйте, меня зовут Цухлов Андрей Юрьевич. Немножко о себе. Вот говорят, что кто-то рождается под счастливой звездой, кто-то рождается в рубашке. Я родился в Сланцах. Ну, Сланцы – это не сколько обувь, это город в Ленинградской области. Как получилось, это такое место, где находятся шахты сланцевые, отсюда и название. Ну, в младенчестве меня перевезли в Ульяновск, и вся моя сознательная жизнь связана с этим городом. Учился в школе на верхней террасе, затем на филфаке педагогического университета. Три года работал в педагогическом колледже номер 4, затем в средствах массовой информации. Сегодня тружусь в пресс-службе Законодательного собрания в Ульяновской области. Обычно авторы, будь то поэт, будь то прозаик, спрашивают, откуда вы черпаете источники своего вдохновения. Но самый первый вопрос, конечно, когда вы написали свое первое стихотворение. Хочу сказать, что это произошло в третьем классе, и оно было посвящено 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня у нас грядет 75-летие, время течет очень быстро. А что касается источников вдохновения, источников тем, то они могут быть очень разные. Это могут быть даже новости в интернете, на телевидении. Ну и чтобы уж долго не рассказывать, один из примеров такого повода для написания стихотворения, одним из поводов послужила новость о том, что где-то на Галапагосах, где-то в районе Тихого океана, погибла последняя слоновая черепаха. Почему-то ее назвали «Одиноким Джорджем». Это меня вдохновило, и появилось стихотворение «Одинокий Джордж». Ну, скажу сразу, что у меня вышло три книжки поэтических, и пока «Одинокий Джордж» не издан. Я думаю, что это и другие стихотворения войдут в какой-нибудь перспективный новый четвертый сборник. Итак, «Одинокий Джордж». Тяжелая поступь. Ни страсти, ни страха. Куда торопиться? Нелепый вопрос. «Последняя древняя черепаха сегодня погибла на Галапагосах. Хоть панцирь массивный и твердый очень, но от людей защитить разве может? Они, твоих перебив сородичей, прозвали тебя «Одиноким Джорджем». Вновь солнце монета вкатилось в копилку. В архиве закатов опять пополнение. Вверху самолет загибает закрылки, И от него многоточие в небе. Уже черепаха не дышит столетняя. Одна в своем роде, Одна в своем виде. Дразнили слоновые ее, И при этом Она хоть в беде, Но отнюдь не в обиде. В России же холод, И ночи длиннее. Здесь не черепаховый суп, Тут окрошка. У нас кто кого и когда пожалеет, И сколько средь нас Одиноких Джорджий. Но, как представишь, На острове дальнем Застыла рептилия Бесповоротно, И волны привычно Минуты считают, И пальмы прощаются С чудо-животным. Спровоцировать написание Стихотворения Может Какая-нибудь Отдельная строчка. Одна из таких Вот вдохновляющих строчек Для меня стала Строка Из Иосифа Бродского Письма римскому другу Дрозд щебечет В шевелюре кипариса. Это верлибр. Налетела орда Воробьиная На весенний Округлый куст, Так что встали Все ветки дыбом. Ох, о чем Только думает он. Его мысли Хлопают крыльями, Его мысли Щекочут клювами, Словно Волжского ветра Порыв. Стайка снова Помчалась дальше, Куст затихший Оставив В тиши. Так бывает, Слетятся они И к тебе И тебе не дают покоя, Но обдумать их Не успеешь. И стоишь, Шелестишь, Как дурак, И рассеянно Ищешь расческу, И тоскуешь По тем Воробьям. Есть у меня Небольшой цикл Стихотворений. Цикл Такой Случайно Сформированный Посвящен он Разным Насекомым Но В литературе Насекомое Как в общем-то Любое животное Это символ Человека В данном случае Это Клещ Но не просто Клещ А коверный Клещ Лежит ковер Приятная Ведь вещь Но в нем Тайком живет Коверный Клещ Он Копошится И Пожрать Ища Оправдывает Образ Стиль Клеща Он Непригляден Он Никчемен Что Еще Никто Не хотел Так Жить Клещом И Часто Вызывают На ковер С утра Когда Глаза Едва Протер И Подковерная Возня Обычный Грех Хотя Пылище Хватит То На всех Покуда Не наступит Выходной И Пылесос Что Черную Дырой Поглотит В неизвестность Всех Таща Таков Удел Коверного Клеща Еще Немного Насекомой Темы Шмель Ты Деловит И летишь Столь Увесисто С видом Таким Мол Хлопочешь Шмель Меж цветами В заброшенной Местности Жизнью Доволен Очень Новый Цветок Новая Цель Ты Представитель Солнца Здесь Полномочный Рыльце В пыльце Трезвонь В колокольце Кулежи Над травами Сочными Шмель Прицветайся Жужливый И добрый Уволень Ты Неспешный В буйстве Лугов Познимайских Злятся Завидуют Осы И оводы Клещи Там Всякие Шершни Ну И Бог с ними Главное Чтобы Все Благоухало И Благоухало Дурмане И Веселя Как бы Хотелось Особенность Будучи В общем-то Мухой Мир Ощутить Сердцем И Взглядом Шмеля Ну Здесь Мне Хочется Немножечко Прервать Чстение И Рассказать О том Как Мой Поэтический Путь Был Сформирован И благодаря Кому Он был Сформирован Когда Я учился На филфаке У нас Естественно На курсе Были одни Девчонки А в моей Группе Тоже конечно Были все Девчонки Но при этом Кроме меня Три парня И так Получилось Что Все трое Мы были Начинающими Поэтами Это было Очень Любопытно Когда мы Приходили И читали Друг Другу Свои Стихи Один из них Был Дима Земляков Сейчас Тоже пишет Очень активно И второй Алексей Ланцов Он Уехал К сожалению Или к счастью В Финляндию И продолжает Свою литературную Деятельность Там Кроме того Алексей Ланцов Меня Привел В студию Стрежень На Нижней террасе Который Руководил Я считаю Мой Учитель И наставник В поэзии Виталий Андреевич Мысюков Я считаю Что это Один из лучших Наших Поэтов К сожалению Не совсем Дооцененный Но Хотелось бы Немножечко Сказать О том Как Он Работал Вообще С поэтическим Текстом Он Относился Очень Внимательно И Очень Профессионально Указывал На Какие-то Недочеты Ошибки Но Не совсем В этом Дело Однажды Я его Спросил И мне кажется Этот вопрос Волнует Каждого Пишущего Поэта Пишущего Человека Человека Ответ Ответ На него Для него Такой Поэзия Она Делится На Несколько Уровеней Поэтичности На первом Уровне Это Психологическая Точная Зарисовка Жизни А дальше Начинается Область Тайны Когда Образы Рождаются Такие Которые Трогают Человеческое Сердце И задача Наверное Любого Поэта Но не любого Который Читает себя Поэтом Настоящим Во-первых Быть Правдивым Перед собой И перед Жизнью А во-вторых Писать Таким Образом Чтобы Это Нравилось Чтобы Как говорил Пушкин Глаголом Жечь сердца Людей И что Вот эти Вот все Условия Они Совпадали И содержались Вот в одном Тексте Грамотно Правдиво Но в то же Время Необычно И Иногда Думаешь Хорошо Обязательно В поэзии Такой атрибут Как Метафора Интересный Образ Потому что Ну Если Говорить Острочки Ну Как пример Есенинской Изба Старуха Челюстью Порога Живет Пахучий Мякиш Тишины Очень И пусть И пусть она Текстов Стекла И Стекла Называется Звезда Морья Я Как бы Представил Нашу жизнь В виде Океана Потому что А кстати Чем Чем не Вариант Прожить Морской Звездой Без Ранних Пробуждений Трат И Быть Всегда Собой Звездить Тихонько Средь Мальков В Кораллах Ночевать И Устремляться Далеко И Звезд Других Встречать Мне Сколько Двадцать Пятьдесят Не Помню Сколько Лет Плыву Куда Глаза Глядят Пусть Даже Их И Нет Снует В Заботах Нервный Скат Так Прямо И Искрит Планктон Роится Он Не Рад Грязет Начальство Кит На Службу Устремилась Сельть На Нерест Может Быть На На Сельть Не Несчастная Увы Вон Рыба Черт И Рыба Ёж У Каждый Глянь Свой Яд Здесь Ты Всегда Кого-то Жрешь И Кто-то Жрет Тебя Сколь Не Рассматривай Меня Ты Не Увидишь Рожу Под Вид Какая-то Фигня Отряда Иглокожих И Вьются Хищники Вокруг Всегда Им Кушать Надо Тут Нет Друзей Тут Нет Подруг Одни Морские Гады В сеть Попадешь В кафе Потом Другой Сценарий Жуткий Ты Будешь Подан И Будешь Подан Ты С вином Мыш Кто Морепродукты Когда В кастрюле Ты Шути Барахтаясь В бульоне С Сарказмом Так Здесь Жизнь Кипит Вдобавок И Не Тонет Ты Есть В Меню Играет Блюз Журчат Журчат Напитки У вас Ей-ей Отличный Вкус Гурман Втыкает Вилку Всплываю Я под Небеса К Мерцающей Родне В тиши Я слышу Голоса Поющие Во мне А иногда Раздастся Всплеск Встревожится Вода То Шлепнулась Опять С небес Никчемная Звезда Найду Упавшую Сестру Хотя Вокруг Низги Но Шутка Зла Напрасен Труд Звезда Из Фольги Сидит Пузатый Осьминог По дну Глазами Шарит Играет Хмуро В домино Ну Задница С ушами Все Бесит Раздражает Злит Ведь Мимо Столь Некстати Так Круто Бедра Вдаль Скользит Компашка Каракатец Я не хочу Рассудку Внять А зря Ведь Шторм Нежданный Возьмет И выплюнет Меня На берег Океана А там Уже Как повезет Или высохнуть На солнце Или Мальчишка Подберет Швырнет К единоморцам Корабль Тащится Упрям А может Он мне Снится Его Сережкам Якорям Здесь Негде Зацепиться Луна Ему Ориентир Ее Усмешка Поза И он Не всхлипнет Ведь Весь мир И так Солено-слезный Пусть Звезданутый Образ Мой Ничуть Вас Не тревожит Не сложно Быть Морской Звездой А вот Небесной Сложно К чему Других Менять Себя Противно Мне Геройство Вращаюсь Шестеренкой Я В часах Меру Устройство Мне неохота Твердо Знать Зачем К чему Я Где Я Я чья-то Мысль Я чья-то Страсть Я Астра Идея Как пафосно При всем Притом Я мыслю Очень Узко Весь мир Вода Коралл Мой дом И устрица Закуска Ну Говоря О Влечениях Хобби Интересах В жизни Хочу сказать Что Мне В общем-то Очень Нравится Путешествовать По возможности За границу Без Возможности По России Везде Есть Что Посмотреть К счастью У меня Есть Друзья Которые Меня в этом Поддерживают И По возможности Мы Компанией Путешествуем Следующие стихи Так или иначе Посвящены Таким Путешествиям Поднебесное Ну вот Пристегнуты ремни Они Как детские Объятия Ты только Верь Спасут Они И с Богом Мы уже На старте Разгон Отрыв Штурмуем Высь Немного Уши Заложило Над землею Вознеслись Поля Заплаты Речки Жилы Восторг Восторг Чуть-чуть И страх Предвосхищение После Не самолетных Крыл Размах А рук Широкий Росплеск Уж стал Не город Городок А лес Лес Затем Лисишкам До взлета Кто Представить Мог Что мир Микроскопичен Слишком Не хватит Суффиксов На все Чтоб Уменьшали И ласкали Так высоко Нас Вознесет И мы Уже За облаками Теперь Мы выше Гор Любых На десять Тысяч Метров К солнцу И вдох В груди Остался Бы Стреев Всех Машин Несемся А тучки В каждый Образ Свой Кого Вон та Напоминает Лягушку Птицу Блин Цыкрой Или Вон те Пельменей Стаю И лишь На этой Высоте Не вспоминать О всяком Вздоре Здесь Просто Хочется Лететь А это Дорогого Стоит Кому Десятку Одолжил Там На земле Что там С отчетом Небесный Путь Заворожил Здесь Как-то Все равно Чего Там Вот Атмосфера Как вода Прозрачно Облачка Как льдины О чем Мы думаем Всегда На небесах И вспомнить Стыдно Да Дефицит Глубин Высот Иных Пространств Побольше Б надо Ужель Не чудо Самолет И этот Взгляд В иллюминатор Обе Защитная Было Тихо И тут От преизбытка Чувств Начал играть На своем Инструменте Так У меня Родилось Ситворение Которое Называется Дядя Коля Солнце На закат Засобиралось Хоть сентябрь Еще Вовсю Теплит Виноградно Яблочная Благость И Осенний Запах От земли В осаду Ли В огороде Дачи Стул Стоит Хотя По сути Трон А на стуле Том Давно Не мальчик А мужик В руках Аккордеон Банки Толстопузица На полках И в отставке Грабли Вилы Шланг Кабачки Капуста До морковка В общем Выполнен Садовый План По хозяйству Вроде Все закончил Все наладил Посадил Вспахал И под вечер Словно обесточен Сел устало Растянул Меха И на все лады Пошел Поехал Извлекает Гроздья Спелых Нот Про струну Нуту Осколком Эха Про тайгу Что под крылом Поет Обнимает Инструмент Любовно Руки Так гуляют Мастерски Птицы Даже те Умолкли Скромно Воздух Чист Ни нервов Ни тоски Было Все Журнал Было Все Жужжал Станок Токарный Комсомольский Шумный Строй Отряд Были Были Встречи С той Желанной Первомай Седьмое Ноября Свадьба Труд И новая Квартира И детишек Пробные Шажки Окуни Клюющие Настырно Было Все Вершки И корешки А теперь Один Но не стихает Музыка Пока еще Тепло И сады Степенно Отдыхают Мухи Бьются Лбами О стекло Лишь Соседка С дальнего Участка Собирая Яблоки В мешок Так сказала Тихо И несчастно Видно Дяде Коле Хорошо Шашлычок На углях Дозревает Есть Чекушка Теплится Задор И мужик Душевно Исполняет Пьесу Бабье Лето До Мажор Дорогие Друзья Завершена Первая Программа С участием Ульяновского Поэта Андрея Цухлова Продолжение Следует Смотрите Нас На сайте Улправда ТВ Благодарим Вас За Внимание Продолжение следует